Добрый день, дамы и господа! Вы смотрите «Экспертное мнение» от Аль-Пари. 30-31 января состоялось первое в этом году заседание ФРС США. Федерсиф оставил ключевую ставку на прежнем уровне. Заседание можно было бы считать проходным, если бы не одно «но». Оно стало последним для Джанет Йеллен в качестве председателя. Йеллен уходит достойно. В 2017 году ВВП США выросло на 2,5%. Уровень безработицы находится на 17-летнем минимуме 4,1%. Рынок жилья также стабилен. На заседании комитет ФРС единогласно проголосовал за предложенную кандидатуру Джерома Пауэлла в качестве нового председателя. На первых порах, вероятно, он будет преследовать курсу, который задала ранее Джанет Йеллен. Ну и напомним, что Джером Пауэлл является республиканцем, и его кандидатуру выдвинул Дональд Трамп. А ранее президент США критиковал излишне осторожную денежную кредитную политику Джанет Йеллен. Отведем, что последние месяцы доходности US Treasuries подросли. Рынок закладывает в цены более быстрый подъем ставки со стороны ФРС США. И сейчас рынок ожидает три повышения ставки в этом году. Уже на ближайшем заседании с 90% вероятностью ставка будет поднята на 25 базисных пунктов. Ну и отметим, что ближайшее заседание будет большим. На нем будет и пресс-конференция Джерома Пауэлла, и публикация экономических прогнозов. Ну и состоится оно 20-21 марта. Вы смотрели «Экспертное мнение» от Аль-Пари? Будьте в курсе! Редактор субтитров А.Семкин